Здравствуйте, мои дорогие рыбки, рыбульки. Это торопрогноз для вас на июнь месяц. Общий торопрогноз, прошу заметить, на июнь месяц. По личным раскладам есть ссылочка на телеграм-канал. Пожалуйста, обращайтесь. Итак, рыбки. Ой, рыбки, полетел дьявол. Ну, оставим его в раскладе. Смотрите, это как общий. Будьте внимательны, потом подробно расскажу. Вылетел сам по себе. Итак, рыбки. Только хотела сказать, достану пять арканов, потом подробно их рассмотрим. Итак, первый. Что может ожидать наших рыбок в вопросах здоровья? Мах, всё сможете, всё сумеете. Кратко. Так, успехи или неудачи. Надеюсь, только удачи в финансовой сфере. Рыбки. Июнь. Колесница. Замечательный аркан. Следующий у нас вопрос. Как будут обстоять дела на личном фронте? Это у нас девяточка жезлов. Четвёртый аркан для наших рыбок на июнь месяц. Продвижение по служебной лестнице или какие-то рабочие моменты. Ну, тут семёрочка, ой, восьмёрочка кубков. И ещё аркан. Дьяволу будет у нас. Общий аркан. Чего вообще ожидать нашим рыбкам от месяца июня? Чего такое главное событие? И тут девяточка. Замечательное главное событие. Тут выпали финансы. Итак, начнём. Первый аркан касательно здоровья. Что может ожидать в вопросах здоровья? Ну, во-первых, мах – это энергия. Это возможности. Это, знаете, пора действовать. Если вы что-то хотели сделать по здоровью, напоминаю, красота – это тоже считается здоровьем, операцией, процедурой и так далее, то самое время действовать. Кто, если не я, кто, если не сейчас. У вас будет для этого как действовать, с кем действовать, чем действовать. То есть все нужные инструменты у вас для этого будут. Так что, если нужно, решайте вопросы. И, конечно же, это аркан, когда человек уверен в себе, решителен, умеет вести за собой людей. Поэтому у вас получится, даже если у кого-то были какие-то вопросы по здоровью. То есть все разрешится. Следующий тоже, кстати, старший аркан. У вас три аркана старших уже есть из шести. Это колесница старший аркан. И он находится в нужной финансовой сфере. Это аркан прогресса, движение вперед, равновесие. Здесь у вас, значит, возможны поездки. Возможна покупка автомобиля. Поездки связаны, конечно, с финансом. И самое главное, прогресс у вас может быть, конечно же, в финансах, продвижение дальше. Но для этого нужно ставить себе цели, все планировать, четко понимать, что вы будете делать и как. И соблюдать равновесие. И тогда у вас все получится. У вас будет движение, продвижение, прогресс. В общем, все хорошо. Увеличение, конечно же, если о финансах. Это финансовая сфера увеличения. Третий аркан. Как будут обстоять дела на личном фронте. И здесь девяточка. Девяточка жезлов. Девяточка жезлов говорит о том, что, может быть, нужно будет отстаивать что-то свое. Свои какие-то мысли, позиции и так далее. Не забывайте учитывать негативный прошлый опыт, если у кого-то был, чтобы не наступать дважды на одни и те же грабли. Поэтому будьте внимательны, умейте себя защищать, выстраивайте правильную позицию, защищать свои мысли, идеи, я не знаю границы и так далее. У вас получится. Главное умно и учитывать опыт прошлых ошибок. Четвертый аркан. Восьмерочка кубков. Он находится в сфере продвижения по служебной лестнице или рабочие моменты. Ну, здесь продвижения, конечно же, особенно я не вижу. Но этот аркан эмоционального выгорания. Может быть такое, что кто-то уже на работе устал. В эмоциональном плане. Не забудьте, что я хочу объяснить. Когда, может быть, не подходит коллектив. Большая эмоциональная нагрузка. Вы устали. Вы не хотите ничего выяснять. Вы хотите уйти, двигаться дальше. Может быть, кто-то хочет двигаться дальше к своей мечте, к своим желаниям. Когда понимает, я здесь засиделся или засиделась. И мне нужно двигаться дальше. Это эмоциональное выгорание. Уход дальше к своим желаниям, к своей мечте. И после этого аркана. Вот обычно всегда замечательный аркан. Когда вы двигаетесь дальше к тому, чего вы хотите. То есть, может быть, и не стоит бояться. Не стоит бояться. Нужно все-таки принять. Это, кстати, туз мечей. Он говорит о внесении ясности в вопрос о волевом решении. Когда, наконец-то, надо решиться. Надо решиться. Может, вы уже давно хотели уволиться. Не хотите увольняться. Может, вы давно хотели заняться чем-то другим. Боитесь, не хотите. Так вот, для того, чтобы идти к своей мечте, к своим желаниям. Нужно, наконец-то, принять волевое решение. Отсечь все ненужное. Внести ясность в этот вопрос. И это аркан победителя, завоевателя и триумфатора. Как я уже говорила, это движение к лучшему. То есть, может быть, все-таки пора. Пора двигаться дальше. Может, засиделись. И тут вам, похоже, как бы ничего особенно не светит по служебной лестнице. Вот именно в этом моменте. Поэтому, может, из-за этого вы где-то и понимаете. И хотите двигаться дальше. Поэтому совет такой. Принять, внести ясность. Решиться. Принять волевое решение. Если у кого-то так обстоит дела. Такое эмоциональное выгорание. Или же вы понимаете, что вы что-то вот не реализовались. Хотите двигаться дальше. И рыбки мои золотые. Два аркана. Чего вообще ожидать от этого месяца? Ну, первый выскочил сам по себе. Вот он. Вот он, красавчик. Тут, видите, какой дьявол. Конечно, это же может быть страсть, сексуальное влечение, случайные связи. Будьте внимательны и осторожны. Могут возобновляться какие-то, пробуждаться вас ваши страхи, комплексы. Из-за этого чуть ли не депрессия, какие-то, вот знаете, неприятные моменты. Также это могут быть проблемы со службами, силовыми структурами. И тоже там СБУ и тому подобное. Поэтому будьте внимательны с законом, с законом. Еще смотрите, если вам что-то будут предлагать. Будьте внимательны. Вас могут обманывать. Поэтому тут тоже будьте внимательны. Ну и это дьявол вот тут выпадает. Еще сверху выпало. Еще вторую я достала. Девяточка Пентакли. Этот аркан, когда есть деньги, вы получили какую-то заслуженную награду, вы собрали уже урожай, у вас есть даже, грубо говоря, отдохнуть хочется, есть куда поехать, есть за что поехать, или вы хотите себя побаловать куда-то поехать, или что-то себе хотя бы купить, или сходить в любимый ресторан. Это как, аркан еще может означать отпуск. Отпуск долгожданный, а может быть кто-то отпуск такой, знаете, вот соблазн, отпуск. Может быть даже, ну, люди, которые не женаты, но у них есть муж и жена, захотят вместе провести отпуск. Такое тоже возможно. Так что тут у кого какие варианты, как говорится. Вот такой получился расклад для наших рыбок. Все в ваших руках, и мах, и колесница. Дьяволу, будьте осторожны и не бойтесь принимать волевых решений и оставлять позади то, что вас расстраивает. Вот такой получился расклад для вас, дорогие мои рыбки и рыбульки. Всем хорошего и до встречи на моем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова